Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня мы с вами поговорим про ароматы от бренда Armaf и именно о линейке Club Denuit у меня появилась вот такая вот новиночка, это совсем такая вот горящая новинка, можно сказать так линейка Club Denuit и версия называется это Imperial White долго я вам его не показывала, этот аромат, я собиралась снять видео, потому что заказала с рандеву еще два пробничка это тоже новинок из этой линейки и мне хотелось рассказать сразу о нескольких ароматах, поэтому сегодня все вам расскажу название ароматов как всегда будет в описании к этому видео, там же будут ссылочки на данный аромат и будет мой промокод на скидку 10% на сайт рандеву поэтому применяйте, экономьте на своих покупках, потому что экономить на своих покупках это всегда очень и очень приятно давайте приступим, начнем с этой новиночки, очень красивый флакон, он такой прям русалочий хвост, я бы сказала такой перламутровый и по звучанию это очень красивый женственный девичий аромат, здесь у нас личи, здесь у нас различные фруктики у нас и бергамот, и розы, и ваниль, пион, также присутствует мускатный орех, ладан и кедр ладана я здесь не ощущаю, но я ощущаю здесь мускатный орех и такую какую-то древесность, я бы даже сказала, как будто бы немного присутствует мягкой кожи вообще этот аромат на фрагрантике сравнивают с делиной, делиной эксклюзив, возможно что-то есть в этом, потому что вот это вот такое розно-личевое звучание но с другой стороны сейчас все ароматы, которые содержат розу и личи, пытаются сравнить с делиной да, по настроению чем-то он похож, но все-таки мне кажется он самостоятельный, потому что здесь есть приятные такие древесные аккорды, как я сказала, здесь я ощущаю немного мягкой замши я допустим этих аккордов не чувствую в долине, возможно я могу путать все версии уже между собой в голове, но тем не менее не скажу, что это копия аромат все-таки самостоятельный, здесь очень приятная пудра и при этом есть вот эта вот такая приятная кислинка бергамота и роза здесь тоже такая свежая, не болгарская, то есть ощущение вот это сочетание бергамота, личи, такой свежей розочки дает такую приятную свежую кислинку освежающую, поэтому даже если вы боитесь розу в ароматах, то здесь ее абсолютно не бойтесь, потому что она здесь не сладкая и не притерная она здесь очень свежая, воздушная, аромат безумно шлейфовый, стойкий, это я уже проверила, так как и сказала, что аромат у меня появился достаточно давно в моем парфюмерном гардеробе и я все это время его разнашивала, знакомилась и мне он по всем техническим характеристикам понравился, ну и оформление, это конечно вот этот цвет просто супер, поэтому если хотите такое, что это цветочное, воздушное, с нотами личи, то обязательно присмотритесь, потому что версия действительно очень достойная по тому, унисекс это или женский аромат, я больше даю предпочтение в то, что это женственный аромат, женский потому что для унисекса, ну в нем очень много вот этой ванили, свежести, вот этой вот розочки, вот именно такой женственной воздушности поэтому мне кажется, ну наверное больше он подойдет девушке, потому что уж слишком он такой мягкий, округлый и феминный в своем звучании также у меня из полноразмерных флаконов есть классическая версия Club de Nuit Intense, его сравнивают с Tom Ford Noir de Noir я кстати полностью согласна, потому что у меня был пробник и есть пробник я вам рассказывала, что это красивая, шикарная роза с удом, чуть-чуть туда есть еще и почули и вот это такая вот она какая-то нуарная, красивая, очень тоже громкий аромат, шлейфовый, пронзительный и он звучит очень похоже с ароматом именно Tom Ford, он никак, абсолютно ничего не появляется здесь такого дешевого чтобы сказать, что аромат бюджетный, арабский нет и также, кстати, в этом аромате он красиво долго звучит на вашей коже и потом постепенно так же красиво сходит, не уходит ни в какую там неприятную базу, ничего абсолютно такого нет звучит от начала до конца очень красиво, мягко и женственно и то же самое здесь, красиво, он конечно более яркий, это не девочка-девочка, это такая характерная композиция с такой стервозинкой, я бы сказала, но тем не менее аромат очень красивый и также, как я и сказала, на рандаву заказала два пробничка, первый аромат это Club Denuit Millistone очень такой красивый флакон, в принципе, все флаконы в этой линейке такие красивые, он такой золотистый и по пирамиде здесь у нас морские ноты, красные фрукты, бергамот, фиалка, светлое дерево, сандал, амброксан, мускус и витивер что скажу, аромат действительно очень интересный в своем звучании действительно есть такая морская нотка, я бы сказала, такое вот солоноватое прям звучание акватически солоноватое, прям вот соленое море в то же время, да, есть эти ягоды, они такие кисло-сладкие в своем звучании и по сути аромат звучит очень акварельно красиво но по поводу этого аромата я могу однозначно сказать, что это унисекс потому что на старте он стартует вот такой вот свежей морской нотой также присутствует вот эта ягодность, но со временем ягодность как-то утихает и больше остается вот такая вот свежая, даже отчасти древесная, вот такая морская история то есть такой прям свежак и дальше проявляется нота витивера витивер, как вы знаете, чаще, конечно, присутствует в мужских ароматах и даже женским ароматам он придает немного такой брутальности и за счет этого аромат все-таки со временем переходит, на мой взгляд, больше немного в такое мужское звучание хотя, в принципе, на девушке звучит красиво но если вы любите какие-то воздушные, женственные ароматы то, наверное, под вопросом все-таки нужно начать тогда с пробника, познакомиться потому что, на мой взгляд, все-таки вот этот витивер все-таки древесные аккорды, амброксан, который появляется в базе все-таки добавляет аромату не сказать, что прям какой-то брутальности но все-таки есть ощущение вот какой-то такой мужественности сказать так, вот такой больше он становится более такой яркий и более такой мускулинный следующий аромат это Клаб Денуит версия Силаж тоже очень красивый такой флакончик серебристый здесь бергамот, черная смородина лимон, лайм, лист фиалки, имбирь роза, жасмин и ирис этот аромат тоже, знаете такой свежий, цитрусовый по сути он тоже такой нейтральный в своем звучании в нем мне понравилось ощущение чистоты какой-то такой порошковости даже очень приятное но при этом тоже аромат 100% унисекс возможно даже больше в мужскую сторону то есть он прям супер негендерный то есть он прям супер такой вот нейтральный в нем не сказать, что есть какие-то прям такие феминные ноты но в то же время и мускулиности в нем какой-то нет то есть это аромат чистоты свежести кстати, он мне даже понравился больше есть ощущение, что вот вы только вышли из душа надели чистую футболку и на футболке еще остался аромат кондиционера или геля для стирки то есть вот такая какая-то чистота прям в то же время иногда вот пробивается вот эта нота фиалки какая-то такая сухая пудровость есть прям ощущение какого-то талька мне понравился он классный я бы, честно говоря, хотела, чтобы муж мой пользовался таким ароматом но, честно говоря, я бы сама тоже его попробовала поносила, имею в виду, что полноразмерный флакон тоже, возможно, приобрела и с мужем вместе пользовалась этим ароматом поэтому вот этот аромат мне понравился даже больше если смотреть с предыдущим, сравнивать если вы знакомы уже с этими ароматами, то делитесь своим впечатлением как я поняла, вот эти два аромата в пробниках сравнивают с композициями от бренда Крит я, честно говоря, не вникала, с какими именно но, судя по отзывам, что ароматы прям похожи поэтому, если вы являетесь фанатами ароматов Крит то пойдите на фрагрантику, почитайте, с какими ароматами сравнивают возможно, для вас это будет актуальной информацией вот, на этом я с вами уже прощаюсь огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца встретимся с вами уже завтра всем прекрасного настроения обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал там много всего интересного ну и, конечно же, на YouTube-канал и встретимся с вами уже завтра и пока-пока!